Ром, не секрет, что когда страховые компании призывают нас страховаться, они обещают, что все будет просто замечательно, чудесно, изумительно. Когда наступает момент выплат, ну, скажем так, очень часто это обходится не без проблем. Как выбрать страховую, чтобы потом в итоге получить возмещение быстро, комфортно и без хлопот? На самом-то деле, вот этот момент, когда многое обещают, он касается не только страховой компании. Будь вы в магазине или на базаре, те будут рассказывать, про ходы у меня все самое лучшее. В страховании картина немножко отличается по той причине, что сам момент продажи наступает не после подписания договора страхования, а когда наступает страховой случай. Вот это в этом и большая особенность страхования от многих других отраслей торговли и предоставления услуг. Универсального правила, как выбрать надежного страховщика, его нету, потому как все очень относительно, очень многое зависит непосредственно от людей, которые работают в страховой компании. И даже компании с хорошей репутацией, но с большим количеством персонала, при всем своем желании не могут уследить, чтобы каждый, именно каждый сотрудник, особенно, который ведет непосредственно работу с клиентом, выполнял все свои обязанности и при этом клиент оставался доволен. Как хотя бы отсечь для себя все страховые, которые вот точно будут проблемы? То есть отбрасываем человеческий фактор, говорим только вообще об общении ситуации страховой компании. Итого, безусловно, нужно всегда обратить внимание на предлагаемые условия. Это и стоимость услуги, и набор покрытия, который в эту услугу входит. Потому как на сегодня для того, чтобы только привлечь клиентов, страховые вдаются к самым изысканным хитростям и предлагают и подарки, и прочие, как говорят в Одессе, заманухисы. Но здесь надо, опять-таки, очень внимательно смотреть и наблюдать, что же за этим стоит. Безусловно, фактор цены, его можно назвать определяющим. Но поднимается вопрос в другом. Рядовому потребителю нужно понять, а что есть оправданное, а что есть неоправданное. Безусловно, по некоторым видам, как, например, по автомобильному страхованию, можно сказать сразу, что все, что в диапазоне 6%, это означает где-то не выше 7,5% и не ниже 5%, это цена оправданная. По остальным видам, можно руководствоваться с другим очень простым правилом. Это поспрашивать друзей, знакомых и товарищей, кто страховыми услугами пользуется, в каких компаниях. И тогда приблизительно средняя цена будет вырисовываться, и можно будет понять, где она завышена, где она занижена. Если и здесь будет недостаточно, то можете спокойно обратиться к нам за истолкованием. У нас есть форма обратной связи. Там можете писать вопросы не только касающиеся непосредственно услуг пиншопа, а вообще все, что связано с банковскими или страховыми услугами. Поэтому фактор цены достаточно важен. То есть тут нужно научиться понимать, где слишком дорого, а где подозрительно дешево. Дальше. Здесь существует несколько стандартных мифов. Я вкратце о них расскажу. Миф номер раз, когда руководствуется, насколько долго страховая компания работает на нашем рынке. С одной стороны, в некоторых страховых компаниях это оправданный фактор, в других он очень неоправданный. Здесь какого-то универсального правила для украинского страхового рынка нет. Потому как есть новые компании, которые очень хорошо, исправно выполняют свои обязательства. И есть новые, которые это делают очень плохо. Точно так же есть те, которые больше 10 лет, которые исправно все выполняют, и те, которые это делают, мягко говоря, не очень качественно. Еще один из немаловажных моментов, это как страховщик разъясняет клиенту все условия страхования. И здесь не столько важен вопрос, что страховщик покрывает, сколько то, что он не покрывает. Потому как если список того, что не покрывает, то есть исключений, если он достаточно емкий, и там отсутствует расписывание исключений, там вплоть до самых малейших деталей, это показатель доверительного отношения, потому как в этом случае страховщик руководствуется правилом, покрывается все то, что не исключено. Как только начинают расписывать, вплоть до того, а вот если у полка, мушек на лобовое стекло диаметром 2 мм, это страховой случай, если диаметром 3 мм, это не страховой случай. Я так и... Не перебью, а мне казалось наоборот, что если очень четко расписаны исключения, то гарантия того, что не будет повода для конфликта. А это очередной миф. Когда страховщик так четко все это и очень долго расписывает, это он пытается себя обезопасить, чтобы была в любом случае возможность съехать на один из 100 пунктов, которые клиент может там или не дочитать, а если дочитать, то не запомнить. То есть это вот... Я много раз рассказываю о мифах о страховании, это один из них. Потому как стандартно все то, что не исключено, все то покрыто. Если этот список не очень большой, то скажем, что значит не очень большой? Такой, который обычный рядовой потребитель может вместить и понять. Второй момент, тоже немаловажный, это как страховщик принимает страхование. Принято считать, что если задают много вопросов, то значит это страхование очень непонятное. Это очередной миф. Как раз здесь все с точностью да наоборот. Если страховщик очень внимательно относится к тому, когда он принимает объект на страхование или если это личные виды человека в страховании, то чем он здесь точнее сработает, тем выше будет вероятность выплат. И главное в полном объеме своевременно. Почему так? Да потому что у, скажем, добросовестных игроков рынка существует правило. Лучше не принять в страховании, чем отказать в выплате. И иногда, когда у страховщика возникают сомнения, они пытаются их развеять, задавая какие-то дополнительные вопросы и получая дополнительную информацию. Как раз для того, чтобы для себя принять решение. Да, мы готовы это страховать или мы не готовы это страховать. Вот еще один момент. Конечно, это не оправдывает, если для того, чтобы застраховать квартиру стоимостью, например, в 200 тысяч гривен, вам дается целая диссертация, анкеты. Это, конечно, уже тоже перебор, но тем не менее. А теперь все-таки о грустном. Если действительно есть конфликт со страховой компанией и есть проблемы с выплатами, в данном случае клиент считает, что он прав, и не выплата или оттягивание выплат не обоснованно. Что посоветуешь делать? В самую первую очередь, это все-таки пытаться со страховщиком договориться. У меня вообще такая позиция, я всегда стараюсь избежать конфликтов или, мягко говоря, военных действий там, где этого можно избежать. Ты знаешь, у меня, если честно, другой опыт взаимодействия со страховыми компаниями. И договориться звучит двусмысленно. Договориться это как? Договориться это так, что непосредственно с персоналом страховой компании, если не получается с тем, с кем вы ведете разговор, то попробуйте потребовать, чтобы вам дали поговорить с его там непосредственным руководителем или еще кем-то вышестоящим. Момент второй, если действительно наступают какие-то очень спорные моменты, то все обращения фиксируйте обязательно в письменной форме. Это второй момент. То есть обязательно, если в письменной форме, то должны у вас это заявление принять, вам оставить копию. Я хочу сразу уточнить, там есть какой-то стандарт, либо это любая произвольная форма, зафиксирована на то, что происходит между тобой страховой. Любая произвольная форма. То есть тут каких-то каких-то гостов под это нет. Очень важно, чтобы непосредственно в страховой компании сняли копию с вашего обращения, чтобы на этой копии поставили отметку, кто принял, когда принял и так далее. Тогда страховщик в принципе уже обязан в письменной форме вам ответить. А если так, то... А если сроки по этим обязательствам, либо он обязан, ну, после дождичка в четверг. А вот тут, а вот тут и начинается самое интересное. В таких, то есть если уже дошло до того, что слова не помогают, то нужно переходить к бумаге и бюрократии, ну, как говорится, на войне, как на войне. Тогда там есть законодательные установленные сроки, я не помню, для госучреждения это 30 дней, для остальных не знаю, но здесь не важно. И там обязательно указать, прошу дать ответ вот до такой-то даты. И эти сроки надо сделать максимально сжатыми. Вот если не происходит ничего, тогда вы берете копию этого заявления и обращаетесь к регулятору. То есть... Регулятору это... В госфинус. Не в суд. Ни в коем случае. Суд это последняя инстанция и знаю уже по опыту нашу судебную систему, вы за каких-то 5000 гривен можете со страховой судиться по 2-3 года. Возникать вопрос, а новым тогда надо эта выплата через 2 года. Ну да, минус 5-й садик, не совсем. Скажем так, маленькое лирическое отступление с одним из операторов телефонной связи, не буду говорить с кем. У нас когда-то был спор на 80 тысяч, так вот мы этот спор тянули 2,5 года и в результате хоть все суды проиграли, но ни копейки не заплатили. Возвращаясь к страховой, значит, в суд пока не идет. Как мы желаем с регулятором? Сейчас, вот, почему еще в суд не нужно торопиться? Есть очень такие ушлые страховые компании, которые иногда специально выписывают договора таким образом, чтобы на крайний случай, если происходит обращение в суд, сделать так, чтобы суд признал договор недействительным, и все, что вам тогда светит не страховая выплата, вам просто вернут оплаченную страховую премию. И таким образом страховщики есть такие, я не буду их именно называть, с такими, скажу сразу, мы не работаем, и даже работать не собираемся. Вот, а отдать должное регулятору, регулятор за этим очень зорко следит, и здесь можно сделать комплимент и Госфинеслуг, и, кстати, Национальному банку, который тоже очень зорко следит за тем, чтобы подконтрольные учреждения свои обязательства выполняли добросовестно. Поэтому нужно обратиться в Госфинеслуг. Обратиться опять-таки как, что мы туда несем, какую бумагу пишем, каким образом. Сейчас я к этому подойду. Обращайтесь в Госфинеслуг, там есть центры приема граждан, то есть это все в интернете можно посмотреть, все телефоны там есть, куда прийти, там тоже написано, можно и созвониться. Отдельно страховыми компаниями там занимается департамент страхнадзора и подобные обращения опять-таки Госфинеслуг исследует очень и очень тщательно. Мне известно очень много случаев, когда действительно клиенты страховой компании так обращались в Госфинеслуг и по факту в 90% случаев заканчивалось тем, что страховая, которая очень не хотела платить, вдруг перезванивала и говорила вам куда удобнее прийти, чтобы забрать ваши денежки к нам в офис или вам перечислить на счет. Но такие случаи... Может быть тогда в самом начале конфликта можно было обращаться в конфликте. Но такие случаи есть. Поэтому адрес Госфинеслуг можете найти в интернете, там все телефоны есть, туда позвоните, вам все расскажут, что надо делать. Вот почему я говорил всегда о письменных обращениях, потому что тогда вы вот с этим письменным обращением, которое страховая компания оставила или без рассмотрения, или потянула с рассмотрением, вот это все вы подкладываете ко всему, что есть и отдаете в Госфинеслуг. И там уже можете спать спокойно, что вот кстати, что самое интересное, хоть и госструктура, но такие обращения может иногда рассматривать намного быстрее, эффективнее, чем коммерческая, то есть страховая компания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...